Привет дорогие друзья! Сегодня у меня выпуск, в котором я буду рассказывать вам о 10 играх, которые были успешно перенесены с ПК на смартфоны. Если вы любите играть в разнообразные игры на своем мобильном устройстве, тогда загляните под видео и прожмите на лайк, а заодно и на подписку. В забавном симуляторе Octodad Dudley's Cust вы сыграете за осьминога, который пытается казаться человеком и жить обыденной жизнью семьянина. Да-да, так и есть. У нашего героя есть жена, уютный дом и все то, о чем только можно мечтать. Однако у него лапки, а точнее щупальцы, и поэтому скрывать свою истинную сущность крайне трудно. В игре вам предстоит решать простые задачки, но из-за происхождения главного героя выполнять их будет нелегко. Попробуйте просто взять что-нибудь со стола, манипулируя щупальцами, и не устроить при этом погром, что наверняка вызовет подозрения у окружающих, и это не только сложно, но и весело. 60 секунд. Необычный симулятор, предлагающий игрокам попытать силы в таком занятии, как подготовка к апокалипсису. При этом на действие отводится всего одна минута. По сюжету Тед отправляется в бункер, и ему необходимо собрать важные вещи для жизни. При этом количество мест в убежище ограничено, а близкие обладают уникальными навыками, которые могут помочь в той или иной ситуации. Примите решение и смотрите, что же из этого получится. Игровой процесс игры всецело сосредоточен на выживании в непростых условиях. Для этого игрокам предстоит следить за оповещениями, ждать шанса для пополнения запасов, а также распределять ресурсы между персонажами. Игра не надоест даже после нескольких попыток прохождения, ведь все предметы, которые понадобятся в начале, генерируются рандомным образом. А каждая попытка может быть реализована различными способами. Кормагеддон. Гонки вернувшись специально для поклонников зубодробительных альтскульных проектов. Игра была портирована на Android достаточно успешно. По крайней мере, геймеры точно не будут мучиться с управлением и плохой оптимизацией. Разработчики Кормагеддон предлагают взять водоправление машину и сделать ее настоящим оружием в борьбе с оппонентами на дорогах общего пользования. Безумие, которое будет твориться на картах, поразит любого современного геймера, ведь такое в нынешнее время встречишь нечасто. Подраздать попадут не только противники, но и нерадивые жители города, оказавшиеся на пути гонщика. Если вам нравятся классические гоночки на выживание, то Кормагеддон однозначно стоит попробовать. Атом РПГ. Это РПГ, в центре сюжета которого находится альтернативное советское время. Территория СССР после ядерной войны стала местом, где игрока подстерегает множество опасностей. Геймеру предстоит достать сведения об экспедиции, совершенной генералом Морозовым и выдержать множество испытаний. Атом РПГ для девайсов под андроид был перенесен с ПК без каких-либо существенных проблем. В отличие от многих аналогичных проектов, тут нет недостатков управления и оптимизации, что несомненно порадует владельцев мобильных устройств, желающих пройти игру, не задействуя при этом персональный компьютер. Серия Baldur's Gate представляет собой РПГ с элементами стратегии, предлагающая геймерам очутиться в удивительном мире фэнтези. Игрокам предстоит взять под управление героя и отправиться в незабываемое путешествие. Геймплей Baldur's Gate порадует поклонников старых ролевых игр, поскольку в проекте есть все активности, присущие жанру. Разработчики сделали упор на исследование мира и выполнение квестов. Помимо этого, протагониста будут подстерегать опасности в виде различных противников, с которыми придется сразиться не на жизнь, а на смерть. А помогут в этом деле преданные союзники. Серия Baldur's Gate не нуждается в представлении и будет интересна всем фанатам олдскула, желающим вспомнить классические проекты при помощи мобильного устройства. Stradivale – это РПГ с элементами симулятора фермы, ставшая хитом на персональных компьютерах. Теперь проект доступен и на Android. Разработчики предлагают приятное оформление, удобное управление и хорошую оптимизацию, что позволит наслаждаться любимой игрой на мобильных устройствах. В игре игроков ждут открытый мир, возможность создания собственного хозяйства, выращивания овощей, забота о животах, множество элементов для кастомизации фермы, рыбалка, ивенты и многое-многое другое. Стоит отметить, что игра дарит не только душевное спокойствие, но и предлагает посетить мрачные шахты, в которых скрывается чудище. К слову, встречи с монстрами отлично адаптированы под гаджеты, благодаря добавлению такой функции, как автоатака. Rome Total World – популярная стратегия, позволяющая повести вперед мощную армию прямо на Android-устройствах. В распоряжении геймера окажутся воины, принадлежащие к уникальным классам, начиная с лучников и заканчивая гладиаторами. Большое количество юнитов, а также территории, которые необходимо присоединять в процессе ожесточенных баталий. Помимо сражений в игре есть возможность развития городов, экономическая составляющая и политика. И по итогу игрок сам решает, каким правителем лучше стать. The Last Remnant – это G-RPG, которое может напомнить некоторым геймерам о времени, проведенном в Final Fantasy. Вместе с тем, игра предлагает немного иную концепцию со своей историей, персонажами и механиками, портированные прямиком с ПК на Android. События The Last Remnant перенесут геймеров в фэнтезийный мир, раздираемый противоборством четырех раз. В битвах огромное значение имеют ремнанты, представляющие собой предметы, дарующие владелицу уникальные навыки. Вам предстоит собрать команду и отправиться в опасное путешествие, сопряженное с многочисленными встречами и баталиями. Five Nights at Freddy's – довольно свежая и страшная игра, которая уже успела напугать множество пользователей ПК. И теперь эта игра появилась на Android. В игре вы выступаете в роли ночного охранника в обычной пиццерии – Freddy Fazbear's Pizza. Игручные животные в пиццерии днем развлекают и радуют детей, а ночью пытаются выбраться и убить вас. Вы находитесь в своем офисе, где наблюдаете за всем, что происходит в здании с камер наблюдения. Вся сущность игры заключается в том, что вам нужно продержаться всего лишь 5 ночей, чтобы получить зарплату и выжить. Geometry Dash – это хардкордная 2D аркада, которая по своей динамике жутко напоминает Leppy Beard и подобные ей аркады. Абсолютно точно так же выводит из себя и тоже не позволяет оторваться ни на секунду, пока хотя бы один злополучный уровень не будет пройден полностью. Игра не прощает ошибок и даже малейшая оплошность приведет вас к самому началу уровня. Раз за разом вы будете проходить одно и то же, пока наконец не доберетесь до финиша. Либо у вас просто сдадут нервы и вы не переключитесь на что-то другое, менее напряженное. Для того, чтобы вам хотелось играть снова и снова, игра использует различные фишечки в виде потрясающих саундтреков, которые проигрываются только в обычном режиме игры. И в случае маленькой ошибки начинаются с самого начала. Единственное, что портит общую картинку, так это отсутствие синхронизации геймплея с музыкальной составляющей. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, что мой топ вдохновил вас попробовать что-то новое и интересное. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии о том, какие игры вы предпочитаете играть на своем телефоне. Будет интересно почитать. До новых встреч и всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!